здравствуйте дорогие друзья тема атмосферного электричества все больше будоражит умы человечества наверняка многие из вас видели фотографии 19 века на которых изображен ночной город в яркой иллюминации или трамвай движущийся вроде как без проводов эти похожие кадры обмусулили наверное уже все кому не лень и к сожалению это продило слишком много спекуляций домыслов и откровенных сказок и с каждым годом число фантазий и фантазеров только растет настало время разобраться в этом вопросе расставив все точки над и сразу отмечу принципиальный момент атмосферное электричество существует и наша команда этого нисколько не отрицает ведь каждый из нас сталкивался с ним постоянно даже в наше время в повседневной жизни это обычные молнии и северное сияние мобильная связь и радиоприемники микроволновой печки и беспроводные зарядки а также ветряные генераторы и солнечные панели хоть это разные вещи как по принципу действия так и по назначению в комплексе все это передачи энергии беспроводов примерно как конфеты мороженое варенье по сути это разные продукты но в целом это можно назвать одним словом сладости однако чтобы не путать зрителя сегодня мы будем рассматривать молнии катушки тесла беспроводные зарядки и прочие подобные вещи и вот если в наше время использование атмосферного электричества возможны то тем более оно было возможно до катаклизма благодаря более плотной атмосфере однако несмотря на такое тесное применение атмосферного электричества в быту в наше время не все так просто и однозначно с атмосферным электричеством прошлого тут нужно понимать что независимо от того был в прошлом катаклизм или нет в любом случае не было никаких волшебных технологий законы физики не поменялись а поменялись условия самое первое с чем мы должны определиться так это то что сбор передачи использование атмосферного электричества подразумевает технологически высокоразвитую цивилизацию прошлого о том что цивилизация прошлого была технологически очень развита мы говорили уже не раз своих прошлых фильмах поэтому когда вы слышите утверждение об атмосферном электричестве что его было валом и оно было бесплатно мы все его использовали каждый из вас должен сам себе задать вопрос а для чего только лишь для освещения улиц просто представьте что у вас есть мощный смартфон но у него нет экрана он вам нужен так какова же цель электрических технологий в примитивном обществе или все-таки общество не было примитивным и энергия нужна была в первую очередь в промышленности к сожалению понятие атмосферного электричества стало уже чем-то типа религии со своими канонами святыми и даже конфессиями и для этого есть две причины первое люди не любят доходить своим умом а ждут готового решения и получив его пересказывают мнение того или иного авторитета в кавычках причем в том неправильном варианте который поняли сами очень многие явления трактуются так как удобнее трактовать самый элементарный пример возможно ли передача энергии на расстояние без проводов не просто возможно передача энергии без проводов происходит каждый день и мы настолько к этому привыкли что даже этого не замечаем например от солнца к земле в год передается 7 на 10 в семнадцатой степени киловатт час чтобы вам проще понять такую цифру то за сутки это больше энергии чем весь мир использовал за весь 2022 год но является ли это энергия электрической вовсе нет вторая причина людям хочется красивой сказки и для этого они выдают желаемое за действительное подменяя реальное объяснение явлений своим пониманием как это должно было быть в их вселенной никого не хочу не судить не обидеть не для того вы здесь друзья собрались хотя порой очень хочется назвать клоунами горе исследователей которые в каждой гипсовой балясине видит конденсатор или доказывающих что кованые ограды вокруг храмов это наружный колебательный контур а собор собирал энергию и потому он и называется собор иные вообще утверждают что под воздействием атмосферного электричества якобы оживали мертвой поэтому на старинных кладбищах стоят такие огромные надгробия дабы те не вылезли когда вы говорите иван Васильевич впечатление такое что вы бредите то что проявление атмосферного электричества имеют место быть и тема популярная привело к тому что даже люди имеющие электротехническое образование пополнили ряды сказочников хотя в приватной беседе многие из них признавались что сами они так не считают но рассказывают эту дичь только потому что зрителям нравится так давайте уже наконец разберемся с атмосферным электричеством его видами и назначением и развеем несколько мифов связанных с ним а также выясним с какой целью и кем эти мифы тиражируются всем наивным любителям посылать учить матчасть или читать про опыты тесла сразу отвечаю взаимностью и теми же пожеланиями наивными потому что только наивный человек уверен в том что он один догадался кого-то или что-то прочитать а вот несколько человек работавших над этим фильмом и посвятивший ему не один год ничего не читали и не готовились прежде чем начать говорить на весь мир для тех кому принципиально важно кто именно автор и какое у него образование то в конце фильма будет список всех кто работал над этим выпуском а также в конце приведу описание двух реально работающих установок атмосферного электричества те кто считает точные науки такие как математика физика электротехника луживыми то просто ставьте палец вниз и не смотрите дальше рассказывать буду максимально простым языком а потому да простят меня братья-электрики за отсутствие профессиональных терминов и формулировок однако друзья если вы хотите детальное обоснование с формулами графиками расчетами и подробными объяснениями тогда ставьте палец вверх как только таких пальцев наберется 10 тысяч то мы сделаем фильм формате научного доклада но если вам достаточно такого простого объяснения как в этом фильме то ставьте палец вниз таким образом мы поймем насколько вам это интересно и вы поможете продвигать данный фильм в рекомендациях и соответственно бороться с мракобесием ну вот теперь когда обмен любезностями наконец завершился переходим к повестке дня существует три основных направления во всех версиях по атмосферному электричеству первое рупорные антенны волноводы магнетроны и так далее второй кресты и шпили третий звуковые резонаторы это все настолько разные вещи что здесь правильнее говорить не о смешивании воды с маслом а смешивание белого с квадратным тем не менее самые различные версии об атмосферном электричестве прошлого это именно комбинация этих трех направлений причем этих версий очень много но они основаны либо на смешении разных фактов и явлений без понимания сути этих явлений и принципа работы атмосферного электричества либо на откровенной фантазии в качестве примера приведу широко распространенную версию которую нам постоянно пишут в комментариях дескать храмовые постройки якобы являются генераторами атмосферного электричества получают ее буквально с неба и затем перераспределяют между другими подобными сооружениями однако почему-то никто не задавался вопросом а в чем смысл получения энергии одним зданием почему остальные здания не могут напрямую с неба брать эту энергию зачем нужно это промежуточное звено и потом само это словосочетание генератор атмосферного электричества это дикая тавтология ибо атмосфера и есть этот самый генератор все равно что сказать мокрая вода или съедобная еда а фразы про генератор применительно к старинным храмовым постройкам это еще и введение в заблуждение ибо если здание по версии сторонников этой теории забирает электричество с атмосферы она никак не может являться его генератором против этой версии говорит также тот факт что не все храмовые постройки располагались на вершинах холмов а очень часто на склонах причем если зайти на холм то можно казаться выше креста здесь необходимо понимать что в данной схеме грубо смешаны два абсолютно разных действия образно назовем эти явления статическое электричество и беспроводная зарядка звуковые резонаторы вообще из другой оперой и не имеют отношения к атмосферному электричеству но мы этот вопрос также разберем чуть далее фильме понимая это наши три направления будут выглядеть вот так первое рупорные антенны волноводы магнетроны это переменные свеча поле называем это беспроводная зарядка второе кресты и шпили это постоянное электрическое поле называем это статическое электричество третье звуковые резонаторы это инфразвук и вообще не имеют отношения к любому электричеству чтобы вам не запутаться разберем каждый из этих явлений по очереди сразу обозначу что мы не отрицаем рупорных антенн магнетронов и волноводов рупорные антенны часто используется для радиорелейных линий и в качестве измерительных например в дальномерах принцип их действия основан на волнах свч свч это аббревиатура сверх высокие частоты тут нужно понимать что по такому же принципу работают беспроводные зарядки радиосвязь навигации микроволновки и прочие подобные устройства где используется передача энергии по свч здесь сразу подчеркиваю принципиальный момент технологии передачи энергии по свч используется в наше время и она действительно позволяет передавать энергию на расстояние беспроводов грубо говоря по воздуху причем дорогой зритель возможно удивиться но принципы легшей в основу современной беспроводной зарядки были представлены александром степановичем поповым аж 7 мая 1895 года в петербургском университете и да я сейчас говорю о самом обыкновенном радио которым каждый из вас пользуется повседневно прямо сейчас порой даже не замечая этого начиная от телевидения мобильных телефонов навигаторов микроволновок ну и сама беспроводная зарядка сюда же конечно то что в свое время показывал своих опытах попов и беспроводная зарядка в наши дни отличаются как небо и земля но основа у них одна передача энергии на расстояние без проводов принцип действия беспроводной зарядки заключается в колебательном контуре который со стороны зарядного устройства создает электромагнитное поле когда в это поле вносится потребитель то уже в его колебательном контуре наводится электрический ток синхронно с током протекающим в контуре зарядного устройства кстати беспроводная зарядка не такая уж и беспроводная саму базу куда кладутся телефон или часы все равно нужно включать в розетку обычным проводом не будем сейчас даваться в тонкости этой технологии если вам интересно детальное изложение то голосуйте за подробный фильм сейчас просто задумайтесь а для чего в прошлом могли использоваться рупорные антенны и магнетроны связь навигация друзья а как вы думаете почему в наше время магнетроны обычных бытовых микроволновок спрятаны под железным экраном почему микроволновка сразу отключается если открыть дверцу во время ее работы возможно вы не знали но это никакое не дизайнерское решение это требование безопасности дело в том что и свч излучение не просто вредно она опасна для жизни тогда что же наши предки были дураками расположив еще более мощные магнетроны прямо в жилых районах немаловажная деталь чтобы добиться резонанса необходимо высочайшая точность изготовления резонаторов исключительная частота материалов высокие требования к качеству поверхности и симметрии конструкции старинные здания конечно же построены довольно точно красиво и профессионалами своего дела но это не тот уровень точности который требуется для свч приборов при этом закон физики очень прост чем выше частота сигнала тем меньше длина волны на практике это выражается в том что для свч сигнал используются антенны с элементами малых размеров соответственно чем выше частота тем меньше размер элемент антенны заметьте что для частоты 2,4 гигагерца но это обычный домашний вайфай длина вибратора составляет всего 14 16 сантиметров легко можно рассчитать какова длина волны элементов в храмовых постройках имеющих несколько метров в высоту поэтому если вы слышите что кто-то там говорит что старинные здания это магнетроны или рупорные антенны то знаете что свч тут даже и не пахнет теперь что касается атмосферного электричества взятого с неба антенной решеткой электрический заряд образуется в результате трения облаков друг от друга или а земную поверхность то есть по сути это обыкновенное статическое электричество как на пластиковой палочки и кусочки шерсти это всегда не проводящий материал и постоянное напряжение причем в пике очень даже высокая до миллиона вольт вот он он реальный пример атмосферного электричества молния однако есть тонкость дело в том что в различных местностях зависимости от условий на облаках может быть минус а на земле плюс в другой местности наоборот более того полярность может смениться в течение часа только из-за того что сменилось направление ветра и что немаловажно понимать предсказать когда на облаке будет плюс а когда минус невозможно единственное что возможно это отслеживать полярность на облаках так сказать в реальном времени здесь важно понять разницу то что различные радиотрансляции например мобильная связь или навигация даже молния катушек тесла по принципу действия принадлежат именно беспроводной зарядки а не к статическому электричеству облаков это разные вещи так как передача энергии производится модулированным сигналом случае с облаками это если так можно выразиться чистое изначально атмосферное электричество ничем не модулированное при этом антенны для радиосвязи и съема статического электричества с облаков очень похожи внешне хотя выполняют совершенно разную работу и вот именно внешняя схожесть антенн и вводит порой в заблуждение человека не разбирающегося в деталях вопроса проще говоря электричество с неба и передача электричества между потребителями это два абсолютно разных процесса как по принципу действия так и по виду электрического тока в наше время существуют преобразователи постоянного напряжения в переменной и наоборот но тут нужно понимать что чем выше напряжение мощность тем больше габариты каждой детали этих преобразователей и соответственно их цена для преобразования электрического заряда вызывающего молнию потребуется преобразовательным размером со стадион и ценой от нескольких самолетов уменьшить такой преобразователь до габаритов рама не получится чисто физически просто потому что для миллионов вольт напряжения потребуется толстый изолятор а любой преобразователь напряжения это не только лишь один изолятор это много сложных деталей и каждая деталь будет иметь толстый изолятор то для использования с молнией каждый эта деталь будет размером с дом то есть обычная физика и механика не позволят все это засунуть здание средних размеров а теперь от теории давайте рассмотрим практику серии фильмов про храмовые постройки в каждом фильме в каждом старинном здании мы показывали стяжки которые были вложены в кирпичные стены еще при возведении этих самых стен разбираясь этими зданиями мы пришли к выводу что в большинстве случаев изначально это были промышленные сооружения после катаклизма адаптированные под текущие нужды но эти постройки не имеют никакого отношения к атмосферному электричеству по крайней мере ни в одном старинном здании не осталось ни одного электрического элемента при том что старинных металлических частей в этих зданиях все еще очень много все металлические стяжки в стенах имеют прочное механическое соединение и предназначены для механической прочности сооружения при работе в условиях повышенной ударной нагрузки например кузнечный молот или компрессор проще говоря это арматура и никакими проводниками эти стяжки не являются так как между ними нет надежного электрического контакта а зачастую вообще никакого контакта нет ибо места примыкания стяжек друг другу забиты известковым кладочным раствором который сам по себе является изолятором тем кому захочется что-то сказать про переобувание советую посмотреть наши более ранние фильмы про то что старинные храмовые постройки не имеют отношения к атмосферному электричеству и про назначение стяжек мы говорили уже много лет назад но тогда над нами только смеялись при этом под каждым фильмом где мы показывали такие стяжки в стенах в комментариях очень часто было утверждение что эти стяжки это некие силовые проводники атмосферного электричества которые якобы использовались также для обогрева здания в холодное время года сама логика говорит о том что для электрических проводников положили бы медные полосы а если для отопления то использовали бы сплав с высоким удельным сопротивлением в качестве нагревательного элемента например никель хромовые а тут стяжки это обычная кованая железо неужели кто-то хочет сказать что люди прошлого не знали сплавов и не умели плавить ничего кроме кричного железа но при этом разбирались в электричестве почему-то сторонники использования атмосферного электричества для обогрева уверены в том что в прошлом была зима поэтому не лишним будет напомнить им про изменение климата после катаклизма до катаклизма зим не было вовсе и была более плотная атмосфера в более плотной атмосфере различные антенные решетки для снятия статического электричества с облаков имеют смысл но теряет смысл само отопление и бы так тепло за многие годы исследований наша команда объездила много храмов как отдельно стоящих в полях так и целых храмовых комплексов и монастырей дабы не быть голословными при каждой поездке подобным зданиям мы пытались различными приборами измерить напряжение между стяжками но его не было друзья особо вращаю ваше внимание на этот факт ибо в сети есть ролик где некий блогер якобы делает замеры напряжения на металлическом элементе торчащим из стены старинного храма не буду называть его имя ибо у других блогеров данной тематики также могут быть подобные ролики просто посмотрите вот это вот такой же тестер которым он делал замеры только у меня черный а у него желтый включаем все видят вот не контакты отклоняется теперь смотрите что происходит я берусь просто пальцами за контакты она уже показывает вот я я просто взялся пальцами за контакты одной рукой причем она уже показывает вот как это так а это атмосферное электричество в храме или что это такое ребята объясните мне вот убрал нет ничего вот взялся показывает это касательно к тому что они там намерили в арматуре которая в стенах вот думайте дорогие друзья теперь сами дальше а объясняется этот феномен элементарно человек с желтым тестером просто не понимает специфики работы прибора от батареек и поэтому радостно обманывается сам и обманывает других сюда же можно отнести утверждение некоторых сторонников генератора атмосферного электричества в кавычках которые утверждают будто голосники обнаруженные нами в некоторых рамах якобы наполнялись ртутью для лучшего приема атмосферного электричества однако наверное уже в тысячный раз повторю что все голосники которые мы видели вмонтированы в стены гораздо позже постройки самого здания то есть не были спроектированы изначально а являются результатом переделки следовательно изначально не планировались и соответственно изначально здание имели другое предназначение также в комментариях писали приводя в качестве аргумента что раз в храмах женщины должны быть в платочках то это якобы потому что там статическое электричество так и хочется спросить этих людей а чего тогда папы на бороды платки не одевают или это другое арочные своды храмов также не имеют никакого отношения к атмосферному электричеству или рупорным генератором если мы имеем круглое здание или приближающиеся к круглому например восьмигрантная то ставить там плоскую крышу учитывая что имеется приличная высота подчас гораздо сложнее и затратнее чем сделать купол смотрите сами для устройства плоской крыши на круглом строении нужны балки перекрытия и чем больше диаметр строения тем толще и длиннее эти балки причем разной длины в крайнем случае парами если строители хотят чтобы снаружи выглядело красиво а как мы знаем этому они уделяли немало внимание сейчас вариантов много были они и в прошлом но все здесь упирается в целесообразность деревья для балок нужно найти срубить обработать доставить сами балки нужно разметить подрезать поднять наверх закрепить затем нужно устроить перекрытие либо из досок либо бетонная а посмотрите как легко и просто делается арочный свод одним человеком из обыкновенного кирпича еще раз повторюсь строители прошлого были мастерами своего дела и делали все красиво и на века одна из причин тому они применяли рациональный подход к своему делу что касается прочности арочных перекрытий и прямых то тут физика прямое перекрытие работает на излом а арочное на сжатие материала как вывод арочный свод или купол над старинной постройкой это элементарный строительный прием позволяющий сделать дешевым материалом более прочные перекрытия за более короткое время меньшим количеством работников существуют якобы некие схемы и планы рупорных генераторов получения энергии из атмосферного электричества книги написаны аж 18 19 веках на которые ссылаются некоторые исследователи здесь важно понять что несмотря на имеющиеся изобилие в кавычках схемы чертежей в наше время на практике это никто не применил правильнее будет сказать пытались многие но смогли не только лишь все конечно можно сказать что технологию скрывают не дают развиваться но тогда почему схемы есть их то никто не скрывает например вот патент а был ли хотя бы один образец построен по данному патенту который реально работал такое впечатление что любой изобретатель придя в патентное бюро может сказать вот устройство которое работает так и так зарегистрируйте пожалуйста или все же есть комиссия которая проверяет работоспособность устройств согласно общепринятой практике патентное бюро во всем мире даже не рассматривают схемы вечных двигателей но к атмосферному электричеству видимо это не относится у меня порой складывается впечатление что можно запатентовать даже машину времени без реально работающего образца устройство которое мы видим на экране в таком виде бесполезно выходное напряжение выдаваемое им нельзя использовать так как оно очень высокое причем не равномерное а короткими импульсами если подключить к этим контактам обычный потребитель то получится вот что единственный прибор который способен воспринять эту энергию и при этом не сгореть сам и не угробить людей вокруг это заземленный водяной котел но про это будет далее другой пример запустить катушку теслы от внешнего источника питания это вовсе не значит получить электричество из атмосферы возможно для вас будет открытием но все так называемые генераторы атмосферного электричества нуждаются во внешнем источнике питания при отключении которого они вдруг перестают вырабатывать дармовое электричество но самое главное глядя на такие катушки тесла всегда возникает вопрос а каково их практическое применение ведь никто из сторонников этой версии не будет утверждать что все это делалось только ради красивых эффектов на дискотеке прошлого теперь давайте подробнее становимся на вопросе кто и зачем занимается вбросами в данном случае конкретно про атмосферное электричество когда стало понятно что старинные храмовые постройки как в плане архитектуры так и в плане реального прошлого вызывают у людей неподдельный интерес появились около альтернативные версии про якобы скрываемое драмовое атмосферное электричество магнетроны и рупорные антенны виде целых храмовых комплексов и прочая лабуда надо признать этот вброс был сделан весьма профессионально сразу по нескольким направлениям статьи в живом журнале ролики на youtube и так далее а в качестве доказательств всей теории предъявлялись внешние проявления некоторых событий с правильным в кавычках толкованием затем эту идею подхватили различные блогеры сразу нашлись специалисты в кавычках видящие конденсаторы в гипсовых болятинах и каменных топорах другие такие же специалисты на камеру пьезоэлементом поджигают светодиоды люди в целом не глупые более того по используемой терминологии способом построения речи видно что они начитанные некоторые вполне вероятно являются профессионалами в каких-то своих областях но в области электротехники они что называется читают и переводятся словарем каждый из них преследовал свою цель кто-то просто поверил в красивую сказку и не имея достаточных знаний по физике стал раскачивать тему кто-то просто решил заработать на поднимающейся волне но знаете какой самый простой способ опорочить любую идею и вызвать к ней скептицизм и даже отвращение это довести ее до абсурда с атмосферным электричеством это наглядный пример все эти сказки про якобы скрываемое драмовое атмосферное электричество магнетроны и рупорные антенны виде целых храмовых комплексов запущены намеренно обкомом олигархата с одной лишь целью опорочить саму идею альтернативной энергетики в частности так и расследование событий прошлого в целом заболтать тему и увести народ в сторону вы спросите как это работает да очень просто людям хочется верить сказку и им ее дают а если кто-то не додал то выдумывают сами некоторые исследователи прямо так и говорили что им хочется сказки как говорится спрос рождает предложение атмосферное электричество в том виде как его преподносит сейчас это такой же вброс как плоская земля и или несколько потопов также отмечу что многие сторонники версии будто старинные храмовые постройки это якобы генератор атмосферного электричества по странному совпадению уверены что земля плоская но это же конечно чисто случайное совпадение а теперь как и обещал вначале представляю вам описание двух установок для получения атмосферного электричества вариант 1 солнце дает нам бесплатный теплой свет для использования тепла черный бак для использования света солнечная панель фотоэлемент который дает нам электричество при расложении электричеством воды получается водород и кислород причем в нужной пропорции два к одному а при сгорании этой газовой смеси получается обратно вода и очень высокая температура это неиссякаемый источник экологически чистой энергии вот это действительно реально работающая альтернативная энергетика прошлого а не какие-то мифические здания магнетроны посреди города ниши резонаторы и прочее естественно бак черную краску фотоэлемент и различную обвязку к ним придется купить в итоге общая себестоимость драмовой солнечной энергии оказывается не такой уж и бесплатной причем стоимость тех же солнечных панелей может быть весьма существенной если речь идет о снятии непосредственно статического электричества с неба то тут нужно учить стоимость антенн их монтажа а также стоимость кабелей крепежных элементов и различных преобразователей и систем защиты друзья как вы поняли бесплатного ничего нет за все нужно платить если не деньгами то ресурсами временем или наконец своим здоровьем да солнечная панель или ветрогенератор не являются бесплатными но собранная однажды установка полностью отвязывает нас от магистральных линий что может быть актуально например горах или на островах вариант второй сила электрического тока во время разряда молнии средней интенсивности составляет около 30 тысяч ампер хотя может достигать и нескольких сотен тысяч ампер в момент предшествующей появлению молнии напряжение между облаком и землей может достигать от десятков миллионов до миллиарда вольт энергия средней молнии составляет около 500 мегаджоулей или 139 киловатт в час если нижний конец молнии отвода не заземлять а подключить на электрод расположенный внутри металлического котла с водой стенки которого заземлены то при попадании молнии в молнии отвод вода внутри котла мгновенно вскипит даже с учетом различных потерь этого будет достаточно чтобы нагреть 100 литров воды до 300 градусов по цельсию давление насыщенного водяного пара при 300 градусах цельсия составляет 85 атмосфер что достаточно для работы парового двигателя а дальше вращение можно использовать как напрямую чтобы крутить колеса на паровозах или винты на пароходах ну или для вращения генератора для выработки обычной электроэнергии все зависит от частоты ударов молний сегодня грозовая энергетика невыгодна но в условиях более плотной и влажной атмосферы которая как раз и была до катаклизма грозовая активность была в сотни раз выше друзья вы никогда не задумывались почему в девятнадцатом веке было так много паровых двигателей а электромоторы развились намного быстрее чем двигатели внутреннего сгорания логично предположить что правые и электродвигатели это и есть наследство прошлой цивилизации то что было распространено и доступно только вместо дров молнии поэтому кпд таких двигателей совершенно не имели значения друзья старался рассказать как можно проще благодарю за то что несмотря на сложный материал вы досмотрели до конца если считаете что такого простого объяснения вам недостаточно и вы хотите более детальное обоснование с формулами графиками расчетами и подробными объяснениями тогда ставьте палец вверх как только таких пальцев наберется 10 тысяч то мы сделаем фильм формате научного доклада однако если вам достаточно простого объяснения в этом фильме то ставьте палец вниз таким образом мы поймем насколько вам это интересно и вы поможете продвигать данный фильм в рекомендациях ютуба и соответственно бороться с макобесием еще раз благодарю за ваше внимание и не прощаюсь впереди у нас есть еще много интересного всего вам доброго друзья до скорых встреч у нас есть еще много интересного видео до скорых встреч